Вот, забрели на болото. Всё, метра два затянуло. Очень осторожно. Аккуратно, болото. Ну, за вот эту берёзу. Или вот туда, на сугроб вот этот. Влад, ты сейчас реально догораешься, что поёшь переодеваться? Первопроходец. Влад будет подниматься босиком. Ты же понимаешь, что напиши дождя, что у нас сейчас приподнято, подушка где-то на пів метра. Нормально, да. Вот это ягоды. Хлюпа? Да. Не, ну там, вот сюда. Вот такой вот болот. Ну, а что такое? О, давай. Влад, короткую ты палку, надо метра два, наверное. Там лишь интересно, во сколько надо палку брать. Мне тут крепко, наверное. В общем, начинается наш поход на Барсучину. Вот, легонько перейдём по этому деревцу. Давай, сэр. Я первый. Ну ладно. Нету я. Очередной подъём. А вот представьте, прийти на Новый год вот сюда. Народите эту елочку. Это сложно. Встретить Новый год. И потом там через полчасика пойти вниз дороги и поехать назад. Матер. Покусать букет. Який гарный букет. Больше ста хвороб. Ну, бывает печень. Надо пить по любым кощам. Должны. Замачивать на воду. Давайте, знаешь, где-то такой уклон. Скоро километров. Скоро километров. И где-то... Часа полтора ходьбы. Несколько пар километров, да? Чтобы он не готовил. А, я знаю. А ты знаешь, что два... Вот, вот и правда. 0,002 грамма. Надо, чтобы убить человека. Надо брать с собой. Такие вот красоты. Бабина яма, да? Угу. 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 На горизонте, короче. Да, боти стали с левой стороны, получается. Слушай, я хочу так пить на эту одну гору. Ты видишь, мы туда сходим. Шесть часов в одну сторону. На скалы. На мальчавы. По две, как сюда. Начинается, отобрал. А что-то вообще лежит. Как ты, кстати? Шикарно. Что ты снимаешь? Ты сюда заберешь? Дерево на дрова. Дерево на дрова. А куда вы? Подожди сюда, Сергей. Ну не отсюда снимать. Спасибо. Зашли мы в гости на одну полонынку, которая по пути у нас. Вечный огонь. Сало коптится, сыр коптится. Там вот живут. Сюда вытягивают. Угусы. Угусы. Не, не, не. Угусы. Если она меня увидит, начнется. Сука. 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 Ну там вот сверху сыр. Граница. Вот. Не хочет. Полонинское сало будем пробовать. Можно куда-то, на досочку положить. Дерево. Что на сало? А я думаю, кто там сверху придет? И что, сегодня что-то тут наробили беда в рахах? Или нет? Нет, что по дороге так клады и... Я выйду. Ну там так, кто вымывал дорогу, так добро-добротно. Истину. Машина. Нет, не было. Нет, нет. Ну да, мы тягать будем, когда остается. Но вот где там? Да я вам... Прикольно. Нет, нет. А можно там подняться посмотреть? Посмотрим на изготовление сыра. На полныне, как он коптится. Ну тут коптится, видишь, сыра тут... Ой, сыра, дыма нет. Весь он на дыму лежит. Вот так вот и живут, как говорится. Тут кухня. Там стол. Там приготовление еды. Там спальня. Там хоз помещение. Вытяжка. Вот такой вот сыр получается. А тут юшка варится, да? А просто воду греть, да? Да, греть. В общем, посетили мы полонину за кукол. Дуже приветливые люди. Накормили сыром, салом. Большое им спасибо. Но мы пойдем дальше. Вася, выйди. А мы пойдем дальше. Хорошая техника. А, полиция. Все понятно. Виу, 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 виу. Круто. Все, дякуймо, до побачення. Все доброе. Все доброе. Боли такая типо, пример. Да, да. Виви Иван, а там абсолютно. Виви Иван, друга по величине машина. Так, да? Да. А Петро с третьим, да? И он говорит туда, в 18 км. И мы, когда туда пройдем, за день. А ты вернуешься с Иваном? Да. У Саїрский гребет самый такий, ну, популярный маршрут. Там мы сами тяжелые. Ну, тяжелые. Один начали. От одной. До другой. До другой. В общем, все. Покинули мы за кукол полоныну. Вот мы попитались по таким ценам. И движим путь свой вперед. Это что, бункера? Или где бункера? Ты нам предлагай. Предлагай, что нам добавить. Мю-мю. 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 Пожалуйста. Пожалуйста. Мю-мю. Мю-мю. В общем, покорили мы новую полоныну. Как это называется полоныну? Никто не знает? Мю-мю. Очень похожа эта полонына на барсучину. Ой, какие красивые. Прям вообще один в один. А вам гаверла. Вот это гаверла самая высокая, да? Да. Вот наша любимая гаверла. Там мы были позавчера. Да? Угу. Вы на гаверлу ходили? Ну, ходили не. Я ходил три раза был. Ветерок. Но зато солнышко. О, Вася загребив там насобирал. В общем, будем смотреть, чем нас будет на этой полоныны кормить. Вон, коровки наши. Сейчас будем пробовать сырок. Очередного приготовления. Вот, это у нас гаверла слева. А это Петрос. Петрос нас ждет послезавтра. Ну, то мы и пойдем туда. Покорим ее. Ну, а сейчас у нас пока привал. Солнышко, теплышко. Можно отдыхать. Пчелов расу. Чью это расу. До Парижа. Аверла. Петрос. А тут корова у нас. Коровка родина. Дашь молочка? Дашь молочка? Дашь молочка? Дашь молочка? Дашь молочка? Какие у тебя ресницы у нее белые? Ресницы нарощенные? Почем, Брава? А тут все рядышком, и Петрос, и Гаверла, и Травичка, как тебя звать, коровка, как тебя звать, как тебя звать, ну ладно, пока, снимай, смотри, будем рыть, криворожеские яблоки ешь, криворожеские яблоки ешь, там дядя Галек, держи, держи яблоко, Олег вкуснее, наверное, короче, окружают нас коровы, со всех сторон, держи яблоко, А вот пришел бык, о, этот пришел защитник, это она девочка, на яблоко, на горе, на девчатку, Да вот, лежа, села? Реально ела Смотри, ресницы белые А там черные Она хотела меня обогнуть А у тебя какие ресницы? У тебя черные, да Это такая, что-то Взгляд у нее не очень добрый Чего-то сон куда-то ушел Там уже очередь, смотрите, все такие копы, думаю. Что-то здесь не так. В общем, покидаем мы очередную полоныну, перекусили, покушали, идем дальше. Наш пункт назначения вон за той горой. Всем привет! Ну так вот люди живут, заготавливают здесь сыро-вяленые молочные продукты. И этим зарабатывают. Но нам нужно зарабатывать другим. Движемся вперед. Коровы коровами, коровы надоели. А вот лошадка, это прикольно. А вот местный житель. Девять? Ты ждем, да, ему? Не, еще четыре. Четыре, да? Четыре? Девять. Движем дальше. Тучи подтянулись. Немножко прохладенько. Ну, скажем так, даже не то, чтобы прохладенько, а не жарко. Поэтому мы движемся вперед. Все идут в троем. Никто не отстает. Следуем. Еще на мете часа полтора. Такие вот цветочки попадаются на пути. Радуют наш глаз. Время от времени. И такие вот цветочки попадаются. Ну, нам не до цветочков. У нас тяжелый путь. И мы его должны покорить. Без проблем. Такие тут красивые цветочки. Здесь небольшой пыль. И следуем дальше. За этой грудью нас тут и кидали. А эти, получается, мы покидаем. Эти краевиды мы покидаем. Но нас все ждут новые. В общем, покидаем. Один телезал. Переходим в другой. У нас уже начинается новый телезал. А это вот мы нашли пограничный столб. Когда-то еще Польша была. Генгрия и кто там еще. В общем, говорят, тому столбу очень много лет. В поисках военных достопримечательностей или остатков построений. Вон там только все заросло. Ну что-то там есть. Вот такие вот земельные. Тут пещеры выявлены. Скорее всего, тут разведчики прятались. Но не факт. Их тут очень много. Будем заниматься поиском. Зашифрованным. А, вот эти пока копы. Вот это все окопы. Окопы, окопы, окопы. Кто здесь воевал, конечно, неизвестно. Но факт есть факт. В общем, переходим мы в перевалочный пункт у нас. Из одной хребет переваливаем. И идем в другом направлении. Красота неимоверная. На вершине даже какая-то озерцо есть. Какой-никакой. А источник воды. Здесь он никогда лишним не будет. И нас встречает новая полонына. Лошадки. Коровы. Опять сыр, молоко. Ну что, мы кушать уже привыкли. Приближаемся. Мы хозяевам еще одной полоныны. Сейчас опять накормят. А то мы соборой набрали тормозков. Они были излишни. Накормили нас тут сыром и молоком. Наш отряд все идет и идет. Пока без потерь. Все хорошо. Мы думали, это коровы. А тут чисто одни лошади. Такие все красивенькие. Лошадки. Вы шевелитесь? Вы шевелитесь, живая? Давно людей не видела. А мы коров давно не видели. Ой. Лошадей давно не видели. А на, смотрите, за... Ой, какие красивые. Ммм, красота. Так, очередная. Очередная. Лошадочка. 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 Ты моя хорошая. Ты моя хорошая лошадочка. Ой, моя красавица. Ой, какая дикая лошадка. Вы видели такое вообще? Чистенькая. Хорошая. Красотень, ребята. Красотень. Красота, красота, красотулечка. Так, ты смотри, мне не кушай. Я понимаю, что я вкусный. Я понимаю, что я вкусный, но не на такой степени. Они с зубами берут, не с зубами. Ну что? Не знаю. Тебе нравится? Дали яблоко? Да. Ну что, кушай? Да. Кладай. Тогда идешь другому. Ты кто, она? Подходи. Давай. Держи, красотка. Вкусная. Да яблоко ты давно не ела, да? А что слезы? А что слезки? Что слезки? Жарко. Ты какая хорошая. Ну мы придем. Через недельку придем, еще тебя проведаем. Будете ждать нас? Да. А девочки отдали. А девочки. Тут уже очередь. На тебе еще, ладно. Ну все, красавцы, пока. До новых встреч. Ой, ой, ой. Натаха, прощай. Ой. У Сереги есть новая жизнь. Куда ты бежишь? Куда вы бежитесь? Рыжая песня. Куда вы все бежите, а? Серега, забирай. Сереги, ты популярен. Классная. Так. Все, все, нет. Кончились яблоки, ребята. Все, остались только кусты. Там бутки такие. Смотри, Владик, осторожно. А он воядный. Да, воядный. Не знаешь. Классная. Возвращайся. Ну все. Мы уже тут только, типа, свои тут среди коней. Поначалу подходили, все такие боялись. Ой-ой. А сейчас уже все свои. Одна только лежит, отдыхает. А теперь другая порода. Это черныши. Порода черныши. Так. Да, черныши? Как вам тут хорошо живется? А я хочу жить. А я хочу жить. В общем, кони конями. Но нас ждут непокоренные вершины. В общем, очередная полонына и наш пункт назначения. Тут мы и будем проживать. Несколько деньков. В общем, идем. Уже чуть перекусили. Идем в очередной цех приготовления сырной продукции. Вдруг. Спасибо. Запамьятовывайте. И гусь приходит. И очень важно для гостя. Ну, мы все свои будем враховывать. Тут туристов нет. Поэтому гости и туристы интересуют и эту изюминку, и родину того или иного края. Мне интересно там шахты, комбайли в Украине. А тут привабливаю что-то автентичное, национальное, неповторное и такое, как ни у кого. Вимова, слово, название. И если мы украинцы, то никакую мову я по-краинскому не могу звучать. То, что я говорил про меньшую вартусть и маркетинг. Поэтому мы сейчас находимся в стае сироварня. Это летняя колыба, где осенью пастухи залишают, весной приходят. Где живет Господин? Вставайте, потому что там дым. Где живет Господин? Где живут пастухи? Это такая автентичная летняя колыба, где проводится весь этот ресурс. Я могу иметь несколько этих домов, которые помогают мне вести мою деятельность. Самое это помещение, где горит постоянно вата. Пошли первые литры молока. Логика по нему. Такая вещь, где литры примусловно перерабатываются в килограммы. Что такое буц? Буц. Это свежий буц. Стекает, высушивается. Подальше зберегание буц у виглядя бридзи. Бридзу вышили и ели. Я вам завтра дам ее до балу. Это перетертий, уже соленый, консервованный сир. Это один из стратегических продуктов тривалого зберегания, который может стоять закуркованный, закатанный. Сезон 2-3 года. Например, в определенных условиях. Нульовых, погреба, холодильника. Рек тому мы уже получили назву как бренду. 1000 лет это был гуцульский, украинский продукт. А только то гуцульский продукт, натуральный, эква и так далее. Поэтому я вам объяснил. Севская, фермерская, плавницкая бридзи – это очень легче. Поэтому именно в таких условиях позволяет мне это вести эту справу. Ватра – это процесс температуры и дима, где выстегает продукция... Тихо. Не решай. Где выстегает продукция такого вольного копчения. Копчение – это примусовое. А где температура и дима, вольно это выстегает, где бацилл не позволяет тут быть. Бацилла, это сами понимаете, если не будет температуры и дима, это скисни, муха и капец. Тут не только может быть бут-сир, а еще может быть рыбка, сальце и так далее. Само в таких условиях. Это не я придумал, но я создал такие условия, которые не зависит от тех холодильников, которые не зависит от тех населения той цивилизации. Поэтому, например, Берфелла – такая мультиварка или кухня-студия, где мы должны готовить себе кухня-студия, которые позволяют нам это все вести. Ну, 300 баллов что тут есть. Тут я отвариваю двое. Другой рядный сыр, отвариваю гурду. Гурду у меня нет, я не варивал просто, не мав времени. Рикотта. По нашему гурда. Но стратегический сыр – это бридза. Бридза в слоечках закатуем – это невидимный стратегический продукт тривалого зберегания в виде бридзи, перетертого сыра, так как мы имеем салатики, тушенки, варенки в кладовочке, или в пивнице. Поэтому тут такой менталитет людей, где мы не надеемся на супермаркеты, стабильность не в АТБ, там, в голодовских карточках, а стабильность, то, что я вам сказал – годовальницей, одягальницей и сбережем здоровья. В этом мы и живем. И вимир до недавнего был – пів корова, пара коней, вот этот вимир был. Не штука баксов, или пів штуки баксов, или десять. А вимир был в скотине. Так как мы едем верблюда, в оцюле у соби своя. Мы очень много, с Алексеем уже говорили о том, о том, о том, как он все, как бы остановился, понимаете, самым этой справой не только половина, но и горами. Мы надеемся людям познакомиться и дать себе раду. Что такое дать себе раду? Это подумать, где гугл из нас думает, подумать, в квартире или дома, и пойти в горы. То есть гигиена, харчование, одяг. Я забыл пачку сигарет, мне показываю такой пресс, там десять тысяч баксов. Я плачу любви, деньги и так далее. Называешь ему цену, а он думает, что я не умею враховать деньги. Понимаете? Есть курьер, у нас три тысячи гривен за квадроцикл. Девочки, что в группе не хотят идти, может кодеком, или квадроциклом, скажешь ему, ой, дорого. Групишки просто, GPS, соби соби прийдете. Понимаете? Что с людьми говоришь, но думаешь, что ты гуцул, что ты пасаешь королем, что ты не понимаешь. Что с людьми говоришь, что ты думаешь, что хватит грошей. Не будь с кем я буду говорить, потому что... Поедете на наручник, не пахнути будет, как биярки. Заходим, заходим. Маленька. 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 У меня есть единственная жена. У меня есть иноземцы. Наша диаспора, которая приезжает, их дети, они как у нас ехалили, но у них такие натуральные. Ну а тут же вот королки, они тут ночуют или зимой, зимой их вывозят, они тут ночуют? Вот это настоящий... Сино привезло с ворога. Зараз еще две машины буду вывозить, не требуется. Ну как, удобно? Хочу, згадываю, село, детство, это не просто там бит или богатые, достатные люди, не требуется. Давайте, хлопцы, девчата, на сеновал. Где бы еще повалялись на сеновале, так? Класс. Запах такой. Афигеть. Ах, красота! Так может тут и ночевать буду? Пришло время обеда, это такая зубка, зубка цаюшка. Тут маленькие, чтобы они не заместились. Треба ничего страшно. Как то все тут проходит. Мы так, хорошо наблюдать тебя? Не дивуемся, не навязываемся. Витирай щеки, або... 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 Пойдем посмотрим по окрестностям. Смотрю, тут шланга лежит. Ну, неужели тут водопровод? Пойдём проверим. Ну, шланг идет, идет. Это у нас колодец, видимо. А там что, насос? Сейчас проверим. Колодец. А тут что, кто-то спит? Непонятно. Ну, там, видимо, насос, потому что электричество. А тут, наверное, кто-то спит, охранник. 59, а ещё солнышко светит. Да, Ирина, по-любому это для организма. Это вообще ужас. Ничего хорошего. Кроме шахмата. Вася уже уснул. Хорошо покушал, отдыхает. В общем, не знаю, кто там где будет спать, но у нас тут свои апартаменты. Печка топится. Места спальные есть. Тут спальных мест на целую армию. Сука, мест 12, наверное, да? Да, больше что-то. Так ты что, с Петечкой вообще, блин, крутяга. Нафиг они нам всем центральным офисом, правильно? Тут у нас свой офис будет тёпленький. В общем, покидаем мы наши апартаменты. В общем, всё, пожили пару дней, позавтракали. Собираемся опять в путь. Наш отряд движется вперёд. Вот, к примеру, последствия последнего. Наводнение. Смотрите, как красиво. Пластом. Вот так, хоп. Лягло, пластом вырвало. И оно ещё вроде как живёт. В общем, и демо идём с Барсучины другим путём. Ещё какой-то у нас будет заход, то ли на какую-то полоныну, то ли на какую-то достопримечательность. В общем, идём не коротким путём. Мы не ищем лёгких путей. О, Вася, наверное, гриб начал. Пойдём посмотрим. Так, в общем, по пути следования при спуске на Ворохту очередная полонына. Одну мы уже прошли, но там было всё по-быстрому. Не успели мы её отредактировать. Ну, тут уже всё немножко попроще. Чем ниже, тем проще. Но не хуже. Погодка переменная. То солнышко, то облачко. Но не жарко. Это хорошо. Всем привет! В общем, идём. Там нас встречает основной представитель Ворохта-365. В общем, поднимаемся на какую-то очередную возвышенность. И тут нас ждёт какая-то цивилизация. Интересно, интересно. Может, мы тут ещё и переночуем? Классный посёлочек будет. Прямо. Теперь-то планим? Так, прямо. Я говорю. Ой, игры уже пекут. Хорошая полонынка, современная. Можно попасть в маргарин. Не снимай это. Чеково. Кум, я что-нибудь снимаю? Да. Да. Лучная работа. Давай, захожий. А вот и с косой. Красивенько здесь. Такое дерево обработанное. Нет, тут такое, я говорю, современное. Покидаем мы очередную полоныны и спускаемся в дебри леса. Что, совещание? Букет карпатско-летний. Господи, Ванг. Господи, Ванг. Веселка. Веселка. Цветы цветами. А нам надо идти вперёд. Ой, зона отдыха. Ну, мы не устали. Мы идём вперёд. Без остановок. Серьёзный спуск. Предупреждают. Подтянули шнурки. Все устали идти под горку. Ждали спуск. Ну, спуск, скажем так, занятие тоже не из лёгких. Работают икры мышцы на ногах. Такой вот спуск у нас. Главное, не вставать на дерево и корни. Потому что соскальзываешь моментально. Как на гололёд. А на потерю Е-варианты. Очередная полонына. Это уже вроде бы полонына ворохта вроде называется. Или просто на самой ближней к ворохте. Она вся услана ромашками и красивыми цветами. Надо собрать букет по ходу. Как говорится, замаливать свои грешки. Так, всё. Последняя полонына перед ворохтой. Спускаемся. Ну и самое главное, что мы идём не с пустыми руками. Вот такой вот, пожалуйста, букетик везём. Всё. Это мы уже в подножье ворохты. Там нас уже ждут с распростёртыми руками. Вот наша любимая ворохта. ворохт. Продолжение следует...